В Ильском доме культуры 22 августа прошла встреча с активом поселения. О проделанной работе за первое полугодие 2023 года отчитался глава администрации Николай Головко. Главные направления – решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, санитарного состояния. На встрече присутствовали глава района Андрей Дорошевский и его заместители, руководители и специалисты различных служб, которые отвечали на вопросы жителей. Один из первых – нехватка медицинских специалистов. Один из самых наболевших вопросов у Ильчан – качество электроснабжения. С прошлого понедельника и по вчерашний понедельник каждый день улица Сисова, улица Величенко выключают свет в момент на 2-3 часа. Звонили туда, спрашивали, а почему вы выключаете свет? А что вы хотите? Жара. Значит, летом у нас жара. Зимой у нас ветер, дождь. И мы постоянно сидим без света. Сейчас производится ремонтная программа на станции 110, Ильская. Каждый день там работают несколько регионов. И до конца лета хотят произвести, закончить свои все мероприятия. Пожаловались жители и на перебой с водоснабжением. Нам приходится волею судеб помогать Черноморской администрации, потому что часть наших жителей запитан от Крюковского водозабора, который на сегодняшний день желает быть лучшим. У нас сейчас работает 11 скважин. 12 скважина, которая расположена на детской клинике. Мы добросовестно сделали проект, защитили ее на госэкспертизе и передали в МИТЭК для того, чтобы войти в краевую программу. Давняя проблема Ильского – масштабные пробки. Сейчас, в летний период, они особенно портят жизнь населения. Поселок разделен федеральной трассой, по которой проезжает огромный поток отдыхающих. Действительно, проблема серьезная. Проблема прорабатывается на уровне не то, чтобы района, края, на уровне федерации. Поэтому сейчас рассматриваются разные варианты решения данной проблемы. Но, к большому сожалению, быстро мы ее за год, полтора, два, три не решим. Озвучили на сходе проблемы с соблюдением общественного порядка, работы очистных сооружений и другие. Все озвученные на встрече вопросы, просьбы и пожелания будут взяты в работу. Как главой поселения, так и районной администрации. Я вот к чему призываю. Если у вас есть желание обсуждать и решать вопросы, пожалуйста, приходите, предлагайте. Может быть, у кого-то есть какое-то решение, о котором, может быть, мы еще не догадались. А у вас оно уже есть. И мы сейчас можем и быстрее, и лучше это сделать. Поэтому, говорится, одна голова хорошо, две лучше, а тут целый зал. Поэтому я благодарен вам за то, что вы пришли сегодня сюда. От жителей прозвучало немало благодарностей в адрес главы местной администрации за его активную работу и неравнодушие к проблемам жителей.